Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы поговорим, почему иногда вокалистам кажется, что у них стало хуже получаться. Если это не относится к тому, что они не выполняли домашние задания, тренировки, и просто переставали заниматься, или, может быть, они заболели, или какая-то, может быть, проблема у женщин, например, критические дни влияют на их голос, то тогда, скорее всего, может, дело не в том, что стало хуже, а в том, что они стали слышать больше ошибок и больше их замечать, и поэтому и может казаться, что стало хуже, хотя на самом деле, наоборот, стало лучше. Иногда такое бывает, потому что, когда мы начинаем заниматься, мы развиваем слух, и мы развиваем восприятие голоса с разных его сторон, как он звучит в теле, какие ноты в какой части тела звучат. В песне мы разбираем каждую строчку и анализируем, какие ноты в этой строчке, какой вокальный диапазон она затрагивает, и как ее произносить, подавать, где лучше какая атака. И чем больше этих нюансов человек замечает, тем больше он видит, если он где-то ошибается. Это в целом. Также, может быть, кто-то эмоционально воспринимает процесс обучения, если нету постоянных подбадриваний, похвалы, ему тоже может показаться, что стало хуже. Но это не так, конечно же. Просто, когда входишь в рабочий процесс, то чаще стараешься больше пройти материалы, чем отвлекаться на просто разговоры или на то, чтобы хвалить. Или, может быть, подразумевая, что человек и так уже понял, что у него получается и прогресс есть. Так что, если вдруг вы с преподавателем занимаетесь, и вам кажется, что стало хуже, не нужно делать резких выводов, что действительно стало хуже. Может быть, это просто дело в вашем восприятии, или, может быть, вы бы хотели, чтобы у вас чаще подбадривали, и тогда бы вы чувствовали, что стало лучше, но ведь от этого же не зависит результат. То есть результат зависит от того, поняли ли вы, в каких моментах у вас были ошибки, поняли ли вы, как их исправить, и умеете ли вы контролировать и слышать это в процессе пения. Если да, то тогда вы и сами поймете, стало ли хуже или лучше, потому что вы услышите, где вы не попали, где не дотянули, где не взяли дыхание, где что-то пошло не так. А на начальном этапе человеку может просто казаться, что что-то пошло не так, но что он может не понимать, потому что может не слышать и не знать, как это объяснить, либо он слышит, что вот голос срывается, хрипит. А какая в этом была причина, непонятно. Ну, о причинах каких-то ошибок, это мы поговорим в других видео, где мы детально рассмотрим каждую из них. А тут просто я хочу сказать тем, кто действительно занимается и делает домашнее задание, распевается каждый день, занимается с преподавателем. Не стоит стараться ожидать каждый раз какого-то главокружительного успеха, потому что прогресс всегда идет постепенный, поступенчатый. Сначала одни ноты открываются, потом другие. Как и в песне, бывают легкие места, вы их можете петь. Добрались до более сложных, уже труднее за раз схватить материал. А тем более сейчас очень много песен, где столько перемен мелодии, ритма, тональностей, много скачков, поют в разных октавах. И, естественно, выучить это все сразу, и чтобы это все было гладко и ровно, это трудно. И приходится разбивать на части, если речь идет именно о таких песнях. Потому что есть, конечно, и простые песни, на которые за один урок можно легко выучить. Тогда бы у вас этого вопроса и не возникло, почему стало хуже. Ну, а если дело у вас, вы не занимались, было некогда, то тогда все зависит от вас. Выделите себе время, примерно полчаса в день, если у кого получается, можно больше, и тренируйтесь. И тогда вопрос уже не возникнет, стало ли хуже, потому что будет лучше. Всем удачи в ваших тренировках. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.